что самое интересное по поводу осей домов это то что на каждой оси присутствует одна и та же тема одна и та же тема изначально может казаться что дома на одной оси совершенно разное ниже противоположное если на оси 2 8 мы можем выделить центральную тему такой как деньги то на оси 1 7 может казаться что этих домов нет вообще ничего общего ничего что их ничего не объединяет это может так казаться но и совсем не так у них будет одна общая тема об этом чуть попозже подробнее каждая ось имеет одну главную центральную тему если у вас один из домов на оси очень сильно поражен очень сильно поражен или убит даже полностью аспектами напряженными управитель то у вас всегда в арсенале есть второй дом из этой оси который может вам помочь так или иначе вытянуть ситуацию то есть дома на оси между собой связаны помните когда мы проходили с вами знаки и дома ось домов это те же знаки это те же оси знаков овен противостоит весам близнецы противостоят стрелецу да мы понимаем что там одна и та же эссенция на оси домов и на оси знаков только в разных пропорциях потому что и стрелец и близнецы это одна и та же эссенция меркурия и юпитера только там будут разные градации разные пропорции присутствие этих эссенции на оси но энергия будет одна и та же и эта энергия будет объединять два противоположных знака два противоположных дома на одной оси это все потенциальные источники дохода поэтому как бы там и не крутили восьмой дом будет также источником дохода в некой своей специфике помните что восьмой дом это до плутона дом марса здесь символически по эссенциям изгоняется венера падает луна в случае мы говорим о том что в нашем понимании в наличном понимании наличка понимание налички денег нету банкнот в восьмом доме нету там есть энергия ресурсов которая будет вытекать какие-то вещи конечно же предметы но также в недвижимость в бизнес в настроенный лендинг лендинг пейдж а втором доме мы помню находится нижняя эссенция марса я вкладываю свою энергию и силы чтобы получить венеру и луну высшие эссенции второго дома то есть мои ресурсы мои деньги а в восьмом доме венера и луна находятся в низших эссенциях здесь такая тематика будет идти что мне нужно уничтожить материю чтобы превратить ее в вечный двигатель чтобы она приносила мне доходы без моего участия или буквально паразитировать или эксплуатировать что-то чтобы это приносило мне доход но это будет доход плутона это будет мечта далеко не всегда связанная с деньгами плутон это киноэстетика это те энергии которые мы не видим жизни восьмой дом это то измерение реальности которая отвечает за связь событий например управитель 6 в десятом я заболеваю и получаю повышение логично эта цепочка непонятно на какая связь между болезнью повышением но это связь домов как раз таки и объясняется эссенциями восьмого дома восьмой дом это постоянный обмен нас с пространством пространство нас паразитирует и мы паразитируем пространство взаимообмен вообще 11 дом это дом урана и сатурна не забываем здесь не может идти речи о везении здесь должно быть все продумано и запланировано лотерея также 12 дом поэтому важно проверять связи домов время 11 5 или 11 2 чтобы говорить о том что может увести лотереи премии на службе идут всегда по 11 дому так они всегда за что-то нам даются по пятому дому вам вообще что-то на голову просто само собой сваливается к вам что-то само собой приплывает а премию по 11 дому даю всегда за какие-то заслуги за что-то дают за заслуги вот здесь также тоже логика вы хотите сделать бизнес но пятый дом у вас убит вы берете 11 дом но это будет уже не ваш бизнес вам нужно прийти в чужой бизнес вам нужно замутить с какой-то другой командой вам одному будет очень сложно поднять ваш собственный бизнес вам нужно это делать большой команде либо уже на готовый бизнес прийти либо уже готовый бизнес приобрести дальше его развивать если 6 дом сильный и заполненный то надо иметь персонал который будет работать на вас но не смысле только профессиональным также в плане быта если я 6 дом пытаюсь сам пробить я могу заболеть то есть если 6 дом он заполненный и сильный мне необходимо подключение чужих ресурсов в виде персонала виде работников 6 дом в интерпретации я в роли сотрудника теряет свою верхнюю ипостась это его нижняя или даже средняя поставь я в роли сотрудника это в первую очередь до меркурия это тот кто помогает и обслуживает на помогает нам и обслуживает нас когда мы на кого-то работаем когда мы кого-то обслуживаем это будет 10 оба дома это дома работы 6 12 и вам по оппозиции нужно выбрать один из двух домов если на вас кто-то работает по шестому дому вам нужно идти в сторону 12 дома сделать так чтобы вы работали меньше как минимум как можно чаще находиться на природе при оппозиции 6 12 человека не все будет так просто работать если у вас есть проекты и вы работаете над проектами и думаете участие найму сотрудника мы будем работать вместе с оппозиции 612 это не прокатит мне здесь нужно найти сотрудника чтобы я этим проектом не занимался как раз чтобы я вообще мог бы отойти от работы нахать на природу отдохнуть и общего-то исчезнуть пока работник сотрудник за вас делает ваш проект по шестому дому а вы отдыхаете или по заграницу катаетесь по 12 мы знаем что это одна из самых главных техник высоко психологии есть такие техники главный как техника диспозиции тема полюсов хотя последние то есть оптима полюсов применяются также и к событийным условиям и кажется психологии и к событийным условиям полюса мы уже сталкивались с формула события формула событий это некие связи домов чаще всего они формируются эти связи эти формулы из управителей домов но планету в доме мы также можем назвать событийным фактором до некой такой мини событийные формулы но все же самое главное в событийных формулах это управитель дома он реализует изначальный дом формуле событий на всегда есть управитель который тащит за собой свой дом и нам нужен дом в котором этот управитель находится и очень важную роль играет сама планета в роли управителя мы с вами разбирали все формулы управители домов в домах и здесь очень важная вещь я потом уже говорил не раз повторюсь чтобы вы на под конец второго модуля убедились что вы это хорошенько выяснили например у нас управитель первого находится в седьмом но после первого это плутон то есть мне нужно продавливать конкурировать воевать отстаивать себя в теме седьмого дома или у нас венера управитель первого находится в седьмом мне наоборот нужны партнеры не нужно сказать компромиссы это будет и одна и та же формула по домам но планета в роли управителя здесь будет другая и она повлияет она повлияет на реализацию функции управителя аспектами между правителями такой некий внешность внешний событийный фактор средний или даже слабый по силе показатель который перебивается другими факторами карты аспекты между управителями как таковых событий не дает в стиле например там авария переезд повышение замужества брак аспекты между управителями показывают скорее причинно-следственной связи например одно событие в перспективе может повлиять на другое и как для анализа это не очень важно мы можем посмотреть аспекты между правителями когда мы хотим наблюдать за тем как события по двум домам уже собой связаны на глубинном уровне планета в доме аспекты между планетами в домах управитель дома в доме это будет каркас событийного анализа это будет архиважно аспекты между правителями это самородо такая косвенная связь никак не связана на эти связи не связаны ни с проработкой не с коррекцией они связывают темы но не связывают эти темы как события когда мы усиливаем пары или второго дома у нас появляется больше финансовых возможностей именно больше денежных и финансовых возможностей появляется это еще не говорит о том что вы сможете этим возможностям и воспользоваться чтобы грубо говоря возьмете больше денег из второго дома до больше чем обычно у нас появляются возможности но вот вопрос а А насколько мы сможем ими воспользоваться? И здесь для вас будет очень важен сигнификатор дома. И здесь мы видим эту очень тонкую связь, пересечение психологии и события. Вот вы усилили второй дом, его управитель, и у вас начинают появляться возможности для дохода. По психологии сигнификатором второго дома является Венера, и у вас Венера поражена. Например, какого-нибудь сильной оппозиции с Сатурном. У вас буквально в голове сидит страх денег, как социальная установка, страх финансов. Вы считаете, что много денег не бывает, халявы не бывает в деньгах. И получается вот что, что усиливая управителя второго дома, у вас появляются финансовые возможности. Но если сигнификатор второго дома Венера поражённый, то вы этими возможностями не сможете воспользоваться. Или возьмёте из них самый минимум. Та самая Венера, как сигнификатор второго дома, будет являться той финансовой ёмкостью, показывающей, сколько энергии вы сможете вынести из этого дома. Вы можете усиливать управителя дома, и это нужно делать. Но если ёмкость у вас слабая, то вы просто будете создавать хаос. Будет много событий, но если ёмкость ваша не позволит этими событиями управлять, то есть вы не сможете психологически распорядиться этими событиями. И события будут уходить в минус, или вы будете просто получать ноль от них. То есть если сигнификатор поражённый, или какой-то ещё блок есть, то события по этому дому я воспринимаю негативно, или вообще их не замечаю. Получается, что есть циркуляция энергии в карте. Психология завязана на событии, а события завязаны на психологию. Психология.